МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За время новогодних каникул республику трясло. Причем в самом буквальном смысле. Сейсмологи зафиксировали 8 землетрясений. Сила толчков была небольшой, и поэтому их никто не заметил. Тем не менее, вот каковы официальные данные. Больше всего трясло рядом с Абаканом. Здесь подземные толчки произошли со 2 по 4 января. В двух случаях магнитуда составила примерно 3 балла. В третьем 2. 4 января были зафиксированы еще 2 землетрясения на расстоянии около 100 километров от Саиногорска. Сила составила около 3 баллов. И 6 января произошли еще 2 подземных толчка вблизи столицы Хакасии с магнитудой 2,4 и 2,7 балла. По мнению сейсмологов, это отголоски землетрясения 22 декабря. При этом эксперты затрудняются сказать, чем вызвана такая активность в земной коре. И стоит ли нам, жителям Хакасии, переживать по этому поводу? Пока ясно лишь, что декабрьское землетрясение, чей эпицентр находился в районе села Лукьяновка, событие нестандартное. Мы связались с Алтай-Саянской экспедицией геофизической службы Сибирского отделения Российской академии наук. Именно она еще с советских времен ведет наблюдение за сейсмособытиями в нашем регионе. И вот что нам рассказал ее руководитель, доктор технических наук Александр Яманов по телефону из Новосибирска. Событие, оно отличается по характеру сейсмической записи и воздействию на здание. Кроме того, оно произошло все же не так далеко от карьеров. Но сказать, что эти добывающие предприятия оказали точно влияние, не скажешь, далековато. Значит, оно произошло недалеко от водохранилища. Но сказать, что это водохранилище повлияет, без дополнительных следов не скажешь. Ну и вообще будем смотреть, как протекает процесс. Видимо, авторшоки там идут. Потому что, ну, часть событий мы видим же в этой зоне. Кроме того, вот то, что вблизи этого региона происходят землетрясения, в то время как в других частях их мало, это говорит о том, что в целом напряженное состояние земной коры в этом районе, в приграничной зонах западного Саяна, с минус Северской котловины, она, как говорится, ну, достаточно опасна. Насколько опасна? Ну, это не хватает у нас данных пока. Я думаю, что вот этот вопрос, ну, это дело исследований ближайшего будущего. А сейчас о других трагических итогах новогодних каникул. С 31 декабря по 8 января в республике произошло 7 самоубийств. Мужчины и женщины разного возраста, как правило, после ссоры со своей второй половиной, в некоторых случаях и после выпивки, лишали себя жизни. Самый пьяный праздник в году оправдал свое название и в Абакане. Полицейские задерживали по 10 нетрезвых человек в день. Тем не менее, жители столицы отметили праздник гораздо спокойнее, чем в прошлые каникулы. Тяжких преступлений на этот раз не было. А вот некоторым жителям поселка Шира в празднике было не до гуляний. Полгода назад они въехали в новые дома по программе переселения из ветхого жилья. Однако на новом месте оказалось все по-старому. Холодно, все валится и сыпется. Сельсовет во всем винит строителей и подал на них в суд. Почему тендеры на освоение федеральных средств выигрывают недобросовестные подрядчики и можно ли их призвать к ответу, разбиралась Юлия Константинова. На стояние владельцев домов по улице Радужная далеко не радостная. Вот уже полгода. Хотя, когда переезжали сюда из старого барака, признанного аварийным, мечтали, новая квартира, которую бесплатно получают по федеральной программе, будет, наконец, теплой, уютной, современной. Не получилось. Сейчас печку топим. Круглые сутки, круглые сутки. Вы вот посмотрите, пройдите везде щелью. Посмотрите, красота у нас какая. Это единственное, чем мы можем удержать гипсокартон на потолке, чтобы он нам на голову не упал. Это вот прикручиваем на саморезы рейки. В крыше там матрасы старенькие кинули, чтобы потеплее было. Ну, не знаю. Дело в том, что в морозы мы, наверное, будем сидеть одетые. Как будем переживать, не знаем. Хорошее дело. Строительство домов по федеральной программе переселения из ветхого аварийного жилья удалось дискредитировать полностью. Причина – недобросовестный подрядчик. В феврале прошлого года красноярская фирма «Единство» выиграла тендер на строительство. Работы начались лишь в мае. Причем, самовольно изменив проект, первые из девяти домов поставили на винтовые сваи. Получили предписание исправить нарушение, поменять фундамент на ленточного типа. И подрядчик потерялся надолго. Попытки администрации села расторгнуть договор успехом не увенчались. При содействии администрации района собирались неоднократно штабы, там на них оказывалось, ну, как бы, все им говорили, что ребята – это федеральные деньги, как бы не шутки. Ну, в общем, они заключили договор субподряда. Вот. И к нам зашел субподрядчик, индивидуальный предприниматель, он Сайногорский. Вот. И здесь, как бы, все сдвинулось с точки, как бы, и началось строительство. Однако время было упущено, а работы пришлось вести с поздней осени до конца зимы. В самые морозы. Понятно, что о качестве говорить не приходится. Плакать хочется. Вот видите, все валится, все сыпется. За эти полгода все хуже, хуже и хуже. У нас пока еще не примерзают обудки, но вот у соседей по светлой, там на веранде, например, у них еще морозов не было, но у них уже обудки примерзают. Представляете, лед, прямо лед. Бить тревогу так называемые переселенцы начали с самого момента переселения. Десятки обращений в разные инстанции. Результат – предписание, акты проверки. Осенью прошлого года контрольно-счетная палата совместная СОБ Пширинского района опять выявила нарушение. Бюджетного законодательства, законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о размещении заказов было внесено представление администрации Ширинского сельсовета, представление рассмотрено, заместитель главы был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Из ОБЭП была получена справка. В настоящий момент данной справке дается правовая оценка. Разглашать ее результаты мы пока не имеем права. По непроверенным пока данным силовики тоже обнаружили несоответствие, возможно, финансовые. Согласно договору, полученному из кадастровой палаты общая стоимость этого дома больше 2,5 миллионов рублей, тогда как на самом деле, по крайней мере, по словам СУП-подрядчика, в действительности вложены 1,6 миллиона. Недовложения огромные. Кто будет отвечать за столь, мягко говоря, вольное расходование федеральных средств, гарантом качественного освоения которых выступил техсоюз, фирма, специально нанятая для осуществления технического контроля? На этот вопрос заказчик объектов администрации Шира отвечает исковым заявлением в арбитражный суд. Стоимость недостатков, что должен исправить подрядчик только в доме номер 2 по улице Радужная больше 1,253,000. Согласно экспертизе граждан проекта. К счастью, по конструктиву замечаний нет. То есть конструктив нормальный. Почему пошло вот это вот страшное растрескивание ГВЛа? Потому что обвязка в крыше, брусовая, собрана из сырого леса. Сейчас холодное время года, то есть в любом случае до весны нам нужно, необходимо ждать, для того, чтобы начать эти работы по устранению вот этих вот недостатков. Финансировать ликвидацию которых планируют местные власти будет виновник фирма «Единство». По решению арбитражного суда третье заседание, которого состоится 20 января. Надо отметить, ни на одной из них недобросовестный подрядчик пока не являлся. Так что решение, возможно, будет принято без его участия. Более того, представители администрации ходатайствуют о возмещении суммы, чтобы нанять другого проверенного подрядчика. Нам пообещали в апреле месяце, сказали, не переживайте, были комиссии, и сказали, что в апреле месяце начнут это переделывать, потолки и полы. Но пока ждем до апреля месяца. В апреле месяце, если ничего не будет, мы будем действовать дальше. Больше всего нас возмущает то, что мы ничего не знаем. Нас никто не информирует, какие действия принимает в отношении нашего устранения вот этих всех недоделков, недочетов по нашему жилью. Мы сидим, как на пороховой бочке, все рушится, все валится, мы ничего не знаем. Люди волнуются, переживают, надеются, что шанс улучшить жилищные условия, полученный по федеральной программе, все же будет реализован. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 хакасия, события недели. С проблем начался год и для жителей Сорска. На этой неделе жильцы многоэтажек замерзали в своих квартирах. Из-за холодных батарей люди вынуждены пользоваться обогревателями, а это большие затраты на электроэнергию. В Рождество вышел из строя один котел, и пока коммунальщики устраняли внештатную ситуацию, температура в системе снизилась. Власти Сорска пообещали решить проблему до конца недели. С этого года вся страна встала на путь глобальной пенсионной реформы. На последнем заседании Госдума приняла вариант, предлагаемый правительством России. Его бурно обсуждали последние несколько месяцев, причем подавляющая часть россиян, о накоплениях которых собственно и шел весь спор, мало что поняла. Было ясно лишь одно. Государству все сложнее платить пенсии пенсионерам и льготникам. Деньги нужно где-то находить. Чем все обернется для тех, кто только собирается на заслуженный отдых, мы попытались выяснить у экспертов пенсионного фонда Хакассии. Сегодня с нашей зарплаты в пенсионный фонд отчисляется 22%. Шесть из них идут на выплаты базовой части пенсии нынешних пенсионеров. Остальные 16 делятся на 10% страховой части и шесть накопительной. Пока она заморожена, но со следующего года человек должен определиться, куда он направит свои 6%. Если он не определится с решением, то есть останется молчуном, накопительная часть автоматически переводится в страховую. Что выбрать, шесть или ноль, однозначного ответа специалисты не дают. Между тем, молчунов среди работающего населения Хакассии, да и по всей России, порядка 70%. И им самим необходимо принять решение, за которое они будут отвечать размером будущей пенсии. Государство дает фиксированный процент доходности. Возможность проинвестировать в частных компаниях гораздо выше. То есть получить там более высокий процент доходности. Ну и выше риски. Выше риски. Размер пенсии зависит и от других параметров. Стажа, официальной зарплаты, возраста выхода на пенсию, а также от стоимости пенсионного балла. За пять минут в нюансах новой формулы не разберутся даже опытные специалисты пенсионного фонда. Схема абсолютно новаторская для России. К примеру, впервые в стаже будет учитываться декретный период, а также служба в армии. Люди, выходящие на пенсию в этом году, могут не беспокоиться. Им будут начислять довольствие по старой схеме. Совсем другое дело те, кто уходит на заслуженный отдых через 2, 3, 4 года. Во время их трудовой деятельности действовали разные законы о пенсиях. Так что и считать каждый период будут по-разному. Мы и будем считать за трудовую деятельность до 1 января 02 года по старому. После января 02 года мы будем брать страховые взносы. И с 1 января 2015 года мы будем брать уже считать в баллах. Конкретный расчет по новой формуле специалисты показать не могут. И только на словах убеждают, что перемен опасаться не стоит. И набрать баллы для приличной пенсии под силу каждому среднестатистическому россиянину. Ежегодно на заслуженный отдых в Хакасии выходит 8-10 тысяч человек. Однако пока от них нет большого запроса на знание реформы. Почему так происходит однозначно ответить сложно. Однако эксперты уверены, в современных условиях каждому необходимо научиться брать ответственность за свое настоящее и будущее. Можно не верить, можно верить. Но нужно понимать одно. У нас 100 пенсионной системы, которая есть, другой не будет. У нас то здравоохранение, которое есть, другого не будет. образование точно так же, рынок труда точно так же. То есть нужно сегодня принимать действительность той, которая есть. И соответственно уже в рамках этой действительности принимать те решения, которые ну скажем делали бы жизнь нашу лучше, качество бы ее повышалось. Реформа необходима для сбалансированности всей пенсионной системы, утверждают разработчики. Но другой вопрос в том, насколько стабильна система. Ведь, как показывают опросы, многие россияне попросту не верят в то, что существующий порядок останется и через 15-20 лет. Стремясь обеспечить свою старость, они рассчитывают прежде всего на себя, но никак не на государство. Помимо изменений в пенсионном законодательстве, 2014-й отметился целым рядом нововведений. От внедрения в платежках за коммунальные услуги новой строки капремонт до отмена мобильного рабства. Обзор наиболее важных законов, которые касаются каждого из нас, смотрите далее. В новом году обретут свободу абоненты всех российских операторов сотовой связи. С 15 апреля такое понятие, как мобильное рабство исчезнет окончательно. Если не устраивают услуги компании, ее тарифы или качество связи, можно будет сменить оператора, сохранив старый номер. Стоимость услуги 100 рублей в течение 8 дней и без бюрократических проволочек. Процедура достаточно простая. Для того, чтобы перейти к одного оператора к другому, нужно подать соответствующее заявление тому оператору, к которому вы переходите. Ваш паспорт, который удостоверяет вашу личность, дополнительных разрешений, в том числе от того оператора, от которого вы уходите, по закону не требуется. С нового года возрастет минимальная стоимость водки со 170 до 199 рублей. А курильщики ощутят рост цен на табачные изделия. На сигареты, как и на водку, будет минимальная розничная цена. Она с учетом роста акцизов может вырасти в полтора раза. Наряду с чисто экономическими интересами, то есть наполнение бюджета за счет налогов, это еще и попытка реализации другой задачи. Всегда имеются сразу расчеты, какие доходы получит государство от реализации как спиртных напитков, так и сигарет и так далее. Но в то же время Министерство здравоохранения уже несколько лет реализует программу развития здравоохранения. Программа принята в 2012 году. Сроком на 8 лет. За это время от вредных привычек теоретически должно отказаться значительное число россиян или, по крайней мере, снизить норму потребления. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, на душу населения употребляется до 15 литров в год. К 2020 году этот показатель планируют уменьшить до 10 литров. А по курению на сегодняшний день с 35% курящего населения Российской Федерации к 2020 году они планируют планируется путем различных мероприятий уменьшить до 25%. С 1 июня будет запрещена продажа сигарет в киосках. Запретят курить в кафе, ресторанах, гостиницах, на рынках, при вокзальных платформах и во многих других местах. Российское правительство продолжит индексировать в новом году пенсии, как трудовые, так и социальные. Очередное повышение может произойти уже в феврале. Увеличивается в новом году и размер материнского капитала. Сумма материнского семейного капитала была проиндексирована на 5%. И с 1 января она составляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. По сравнению с 2013 годом увеличение составило более 20 тысяч рублей. Согласно приказу Министерства здравоохранения России, вступившему в силу с 1 января, скорая медицинская помощь делится на службы экстренную и неотложную. Незамедлительно врачи приедут, когда жизнь пациента в опасности. Это экстренная помощь. Неотложная, когда жизни пациента его заболевание не угрожает. Но звонки будут приниматься по единому номеру 03 или с мобильного 112. Наш диспетчер скорой помощи он уже определяет будет это вызов для экстренной для скорой помощи либо это будет вызов для неотложки. Законодатель определил для нас в данном случае по экстренной помощи это 20-минутная доступность в городах и для неотложной помощи по мере освобождения бригад но для Абакана это 2 часа может быть где-то больше по мере освобождения. Неясно как нового порядка будут придерживаться в районах особенно в глубинке в отдаленных и труднодоступных местах. Доступность скорой и неотложной помощи в каждом районе будет определяться видимо индивидуально потому что расстояние большие оснащенность кадрами доступность и так далее и тому подобное вопрос очень сложный. Впервые вводится уголовная ответственность за фиктивную регистрацию в так называемых резиновых квартирах. По данным миграционной службы предприимчивые собственники жилья незаконно прописывают у себя сотни человек. Теперь если будет доказан хоть один факт то самое мягкое наказание штраф до полумиллиона рублей или тюремный срок до трех лет. До сих пор привлечь к ответственности было почти невозможно. Сейчас все. Мы уже знаем эти резиновые дома знаем что здесь не может находиться в данном доме ну вы считаете 800 человек в каком-то даже частном доме это достаточно большое количество людей. И первая ласточка есть то есть уже как бы проводимые мероприятия одна из наших таких злостных нарушителей с которыми мы боролись с Устебаканского района прислала нам заявление о том что она хочет снять с учета у себя порядка 400 человек. В новом году выпускники российских вузов начнут получать дипломы нового образца с уникальными водяными знаками. Жители многоквартирных домов будут обязаны копить на капитальный ремонт. В платежках появится новая строка. Вырастет минимальный размер оплаты труда введут социальную норму на электропотребление и уже в 2014 году с 1 июля одобренное федеральным правительством постановление позволяет сеять на российских пахотных землях генно-модифицированные растения. Минувшие каникулы выдались напряженными для охоты инспекторов. С 30 декабря по 8 января Госкомитет по охране животного мира усилил посты в Остебаканском районе. Узбюрская тайга одно из самых популярных мест у любителей активного отдыха на природе. Здесь более свободный доступ к тайге, чем, например, в Таштыбском районе. Наибольшее количество охотхозяйств и турбаз. Кроме того, тут находится заказник Кискачинский, в котором, как нигде, много косуль, моралов и других животных. В длинные новогодние праздники сюда устремляются как легальные, так и нелегальные для выявления нарушителей были организованы несколько стационарных и мобильных постов. Инспекторы проверяли каждую проезжающую машину и если у людей было ружье, то все необходимые к нему документы. Как показывает практика, это очень помогает отвадить от особо охраняемой зоны непрошенных гостей. Нарушителей на этот раз не было, однако не всегда дежурство инспекторов бывает таким спокойным и комфортным. В тайгу приезжают разные люди с разными намерениями. Предлагаем вашему вниманию два фрагмента видеозаписи, которую сделали инспекторы Госкомитета по охране животного мира. Фиксировать нарушения на пленку входит в их обязанности. По следующим кадрам видно, что не всегда работу инспекторов можно назвать безопасной для их жизни и здоровья. Чем занимаетесь? Как чем? Тестя уже вчера сказал. Ну рюкзак снимите, покажите. Рюкзак снимите, покажите, говорю. Вы находитесь в охотугодиях. Рюкзаку подойдешь. Личное имущество. Топор видел. Координаты местонахождения. Я говорю, от рюкзака отошел. Что непонятного? Это личное имущество. Хорошо. Это личное имущество, и не надо к нему подходить. Продолжай. Ты дурак. Продолжай. Что несешь? А это любители, пожалуй, самой варварской охоты. В охотничьих кругах их называют фарщики. В таком лучшем света зверь просто слепнет, и у него не остается шансов на спасение. Фарщику остается лишь хорошенько прицелиться в стоящее на месте беспомощное животное. С какого времени здесь находитесь? Включи фарвар. Разумеется, за такую охоту и наказание соответствующее. Помимо штрафа, инспекторы вправе изъять не только оружие, но даже автомобиль. Поэтому нарушители в такой ситуации, когда уже деться некуда, становятся вежливыми и покладистыми. Честно, мы первый раз здесь везли. Это не наш след. Есть навигатор, включай. Арни, сделайте, пожалуйста, что без фары. Ну ладно, что-нибудь сделайте, пожалуйста, нарушение какое-нибудь. А теперь о законе, который волнует всех, кто собирается покупать недвижимость. С этого года налоговый вычет будут производить по новым правилам, которые считаются более справедливыми, чем прежний порядок. Что изменилось и почему вычет перестает быть одноразовым, Алексей Гончаренко спросил у заместителя руководителя налоговой службы Хакасии. Юлия Валерьевна, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что принципиально меняет новое правило налогового вычета в случае приобретения или строительства жилья? Максимальный размер имущественного налогового вычета остался прежним. Он составляет 2 миллиона рублей. Но, начиная с 1 января 2014 года, налогоплательщикам предоставляется возможность получить имущественный налоговый вычет по нескольким объектам недвижимости. Что это значит? Налогоплательщик при приобретении объекта недвижимости после 1 января 2014 года например, в размере полутора миллионов рублей может на остаток этого вычета 500 тысяч рублей заявить по следующему приобретенному объекту недвижимости. Жилому объекту недвижимости. То есть, если сравнивать с тем, что было раньше. Раньше в налоге единоразово полторы тысячи, допустим, полтора миллиона у меня было, 13% с этого мне вернули, а остальные, то есть налог, то есть эти 13% на оставшиеся 500 тысяч они сгорели. Сейчас они не сгорают, я могу их выбрать при следующих покупках там жилья, если они вдруг состоятся. Да, совершенно верно, но вот для нового правила необходимо выполнение двух условий. Ранее вы вычетным имущественным не пользовались, и вот эти объекты недвижимости, да, жилой, они должны быть приобретены после 1 января 2014 года. То есть, те, кто купил раньше жилье, ну, в смысле, зарегистрировал на себя, и уже получил этот налоговый вычет, они сейчас воспользоваться этим правом уже не могут? Нет. Можно ли получить налоговый вычет по банковским процентам, вот речь идет об ипотечном кредитовании, и в каком объеме? Да, вычет получить можно, и до 1 января 2014 года, да, можно было получить вычет по процентам, по расходам на погашение процентов по целевым займам, то есть, в том числе, по ипотечному кредитованию, изменения, которые были внесены с 1 января 2014 года, они вводят ограничения по сумме такого имущественного налогового вычета. То есть, по тем кредитам, которые получены налогоплательщикам после 1 января 2014 года, размер имущественного вычета ограничивается 3 миллионами рублей. По тем кредитам, целевым займам, которые были получены на приобретение жилья до 1 января 2014 года, ограничений отсутствуют. Налогоплательщик может заявить вычет в полной сумме расходов на погашение процентов по таким кредитам. И я правильно понимаю, что 2 миллиона это то, что касается стоимости жилья, и 3 миллиона это то, что касается процентов по банковским кредитам. То есть, в общей сумме 5 миллионов получается. То есть, на 5 миллионов эти 13. При этом, вычет по процентам может быть получен только по одному объекту недвижимости. Несмотря на то, что новые изменения, они устанавливают возможность получения вычета имущественно по нескольким объектам недвижимости. По процентам вычет может быть получен только по выбору налогоплательщика по одному из объектов недвижимости. А поменялась ли процедура получения налогового вычета? То есть, вот теперь есть выбор, как я понял, возвращать средства через налогу или у работодателя. Что предпочтительнее, каков порядок в том и другом случае? Ну, это не совсем, наверное, правильно, потому что процедура, в принципе, не поменялась. Как и прежде, налогоплательщик имеет возможность получить имущественный налоговый вычет по окончании налогового периода путем представления налоговой декларации и соответствующих подтверждающих документов. Либо получить его до окончания налогового периода на основании заявления, которое подается налоговому агенту и соответствующего подтверждения такого права налоговым органам. Единственное, что сейчас изменения коснулись того, что налогоплательщик по своему выбору может получить имущественный налоговый вычет у одного или нескольких налоговых агентов. Ранее действующее правило предусматривало возможность получения имущественного налогового вычета на основании налогового уведомления налогового органа только у одного налогового агента. Налогоплательщик имеет два места работы, и он одновременно может обратиться. И сумма его дохода имеет и там, и там доход. Он может определить сумму имущественного вычета, которую он будет получать у того и другого работодателя одновременно. На основании двух уведомлений, которые будут выданы налоговым органам. Юлия Валерьевна, а вот есть ли отличие в том, что если я покупаю жилье для себя, оформляю его на детей? Вот здесь в налоговый вычет. Отличие в получении налогового вычета состоит лишь только в том, что налогоплательщик, который заявляет имущественный налоговый вычет, являющийся родителем, опекуном, попечителем несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет, в собственность которого приобретается жилье, он подает помимо документов, которые предусмотрены статьей 220 в подтверждении имущественного налогового вычета, также свидетельство о рождении ребенка. Других каких-то отличий для получения имущественного вычета нет. Что еще поменялось в правилах компенсации части затратного по другим видам расходов? То, что уже не касается недвижимости? Или все нововведения касаются только квартирного вопроса? Ну, применительно к стандартам, наверное, речи к вычетам и социальным налоговым вычетам, здесь изменений нет с 1 января никаких 2014 года. Хочу сказать, что все изменения действуют с 1 января 2012 года. Это в части и размера социального налогового вычета предельного 120 тысяч рублей. И в части размера на обучение каждого ребенка он составляет не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка. Юлия Валерьевна, спасибо большое за это интервью. Вам спасибо. На неделе стало известно, что одного из крупнейших перевозчиков Абакана подозревают в недобросовестной конкуренции. Антимонопольная служба Хакасии возбудила дело на предпринимателя и депутата Верховного Совета Александра Семенова. Сразу несколько предпринимателей пожаловались в Уфас, что Семенов ведет нечестную борьбу. Чтобы получить выгодные маршруты, на муниципальный конкурс подает ложное сведение. Антимонопольные предприниматели при участии в торгах на осуществление пассажирских перевозок выставляют на участие в этих торгах автобусы. То есть они там должны прописать марку автобуса, вот его выпуска, государственный регистрационный знак в этих заявках. Те автобусы, которые ранее уже выиграли торги и на которых осуществляются пассажирские перевозки. Но тем не менее при участии в новых торгах перевозчики эти автобусы заново выставляют на новые торги. Теперь антимонопольщики вменяют Семенова нарушение закона о конкуренции. Если вину Александра Семенова докажут, при условии, что на этот момент он уже заключит договор на перевозки, ему грозит штраф более 100 тысяч рублей. Комментировать ситуацию сам Александр Семенов не стал. По его словам, об обвинениях он узнал лишь от нас. Но заявил, что готов их оспаривать. Связана ли эта история с недавним скандалом вокруг нового положения о перевозках, против которого предприниматели собирались бастовать, но потом внезапно передумали, ни одна из сторон также не комментирует. Социальная помощь в республике выходит на новый уровень. Теперь люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут рассчитывать не только на местные власти. В Черногорске готовят к открытию первый в Хакасии православный центр социальной помощи. Нуждающиеся получат здесь не только питание и одежду. Им будут помогать восстанавливать утраченные документы, проводить юридические консультации. Квалифицированную помощь смогут получить родители, воспитывающие детей инвалидов. С подробностями Олеся Калиниченко. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в православии имеют вековые традиции. В церковь приходят с разными проблемами. Одни можно решить сразу и на месте, другие требуют время и вмешательства специалистов. А чаще всего и отдельного от храма помещения. Именно поэтому в Черногорске было принято решение открыть православный центр социальной помощи. Обращается людей очень много в церковь с разными вопросами, с разными ситуациями. Обращаются утеянными документами, обращаются с необходимостью купить билет для какой-то точки назначения. То есть это вопрос как раз животопещущий. Когда человек утерял документы, ему нужно срочно уехать, он находится в чужом городе, ему просто негде переночевать. В конце прошлого года городские власти Черногорска отдали Абаканской епархии заброшенное здание бывшего вытрезвителя. На сегодняшний день здесь вставили окна и провели отопление. Помещение перестало разрушаться. Когда работы будут завершены, помимо традиционных мер поддержки, горячее питание и чистая одежда, здесь будут оказывать консультативную помощь. А в самом светлом помещении откроют домовой храм. Здание 50-х годов, и здесь очень интересная и красивая архитектура. Практически эта архитектура как раз похожа на церковную архитектуру. Арочные вот эти вот окна, которые как раз являют собой вот эту вот изюминку в проекте этого здания. Часть помещения Абаканской епархии разделилась с благотворительной организацией «Доброе сердце Хакасии». Они планируют открытие специального центра для родителей, воспитывающих детей инвалидов. Сюда будут приглашать для консультации врачей из других регионов. Мамы и папы смогут пройти спецкурсы, где их научат правильно ухаживать за больным ребенком. Но чтобы все это было, сначала необходимо сделать капитальный ремонт. Нам нужны строительные материалы. Вот сейчас мы проводим электрику, у нас электричество проводят два папы, вот у них дети с инвалидностью. Тоже дай бог здоровья папам. А вот потом нам надо будет полы заливать, надо вот умелые руки, плюс строительные материалы. Вот у нас отдельный вход, то есть вот тут два входа у нас отдельный. Нужна дверь металлическая. С открытием православного центра помощи церковь сможет взять на себя часть социальных проблем не только Черногорска, но и республики в целом. Правда, точных сроков открытия пока не называют, потому что их не существует. Постоянного источника финансирования нет, реконструкцию здания ведут на пожертвование и благотворительную помощь. Олеся Калиниченко, Дмитрий Парахин, Игорь Брюханов. Вести Хакасия. События недели.